Девушки отдыхают Жанна Савченко – перспективний співробітник туристичної фірми. Після невдалого кохання Жанну цілком влаштовували вільні стоцунки. Та одного разу її життя кардинально змінилося. Савченко, я надеюсь, ты сегодня останешься у мене. А ты будеш хорошим мальчиком? Я буду очень плохим мальчиком. Ну, я тогда подумаю. Ну, подумаю, подумаю. Алло. Да, мамочка, привет. Что? Что произошло? Как в больнице? Все, я выезжаю, хорошо. Давай, до встречи. Напиши мне, пожалуйста, адрес. Да, я сейчас выезжаю. Угу. Что? Что-то с мамой? Она в больнице, у нее случился сердечный приступ. Ее забрала скорой. В общем, я ничего не поняла, но надо сейчас, в общем, ехать сюда. Ну, да, конечно, я понимаю. Езжай. Ты что, не едешь со мной? Солушка, я устал очень на работе. Чем я тебе в этом смогу помочь? Давай я тебе вызову такси? Ты знаешь, не знаю. Моя мама в последнее время частенько жаловалась на сердце. И я очень за нее испугалась, ведь роднее и ближе мама у меня никого не было. Когда донька приехала до лекарни, выявилось, что ее хвилювания про стан здоровья матери были не безпредставными. Буду с вами откровенен. У нее очень слабое сердце. Но у нас хорошая клиника. Правда, должен вам сказать, что это лечение достаточно дорогое. Что сейчас нужно делать? Идемте ко мне в кабинет, я вам все подробно расскажу и напишу. Прошу вас. По мнению врача, мама попала в больницу очень вовремя. Затягивать с ее лечением было нельзя. И я должна была срочно найти деньги, чтобы быстрее поставить маму на ноги. На другой день Жанна вирішила взяти на работе аванс. Та цього было за мало для оплаты маминого лекарства. Ну, ты знаешь, я сейчас на ноле машину покупаю. А, да. Я сама, знаешь, не очень люблю одолженность. Просто мама болеет. Подожди, ты же квартиру сдаешь. Если я не ошибаюсь, тебе за два месяца доложали. А почему ты не заберешь эти деньги и не решишь свою проблему? Игорь, да потому что там молодая семья, понимаешь? А у них маленький ребенок. И у них сейчас тоже проблемы с финансами. Ну, как ты себе представляешь? Я сейчас приду и скажу, слушайте, вот отдайте мне деньги или как? Что? Ну, слушай, а почему ты с ними церемонишься? Кто они тебе? Никто. И тем более ты сейчас сама в сложной ситуации. Ну, это да. Игорь, в общем-то, был прав. Ведь я сдавала квартиру именно для того, чтобы получать деньги. А в этот период они были мне особенно необходимы. Сего дня Жанна прийшла до своих квартирантів. Однако, разговора пішла за неочекованным сценарием. Жанна, мне придется вас снова огорчить. Что случилось? Я хочу попросить вас об отсрочке. Алексей, я, конечно, все понимаю, дети, все такое. Но вы меня тоже поймите, сколько я могу ждать? Жанна, поймите, у меня просто нет сейчас физической возможности вам отдать деньги. Ни на кого Варю оставить. Как это вы не можете оставить Варю? Как? У вас есть жена, Тая. Тая от меня сбежала. Куда она сбежала? А малышка? Дайте мне минуту, пожалуйста, простите меня. Подержите, я сейчас. Смотрите. Ой, какая она хорошенькая. И как нас зовут? Варечка ее зовут. Ситуация была непростая. Конечно, мне очень нужны были деньги. Но когда я увидела это крохотное, беззащитное существо, мое сердце просто дрогнуло. Жанна уже была готова піти на поступки самотнему батьку. Та за декілька хвилин ситуация изменилась. Я понимаю, значит, вам срочно нужны деньги? Да, нужны, но... Знаете, я не могу вечно пользоваться вашей добротой. Да, Алексей, вы в точно таком же положении. Я все вижу, я все понимаю. Жанна, у меня есть одна идея. Какая? Дело в том, что я по профессии музыкант, и через четыре дня я бы мог отдать вам деньги, заработать и отдать. Такс. Хорошо. А Ларенька, она с кем останется? А это я и хотел вас попросить, Жанна, если бы вы могли посидеть с ней четыре дня, я бы заработал деньги и отдал бы вам долг. Не-не-не, Алексей, это невозможно, это ответственность. Давайте так, я вам обещаю, что я подумаю, но вы уж так сильно на меня не рассчитываете. Хорошо? Мне понравилось то, что Алексей оказался человеком совестливым. Он предложил реальный выход из весьма сложной ситуации, но становиться нянькой для чужого ребенка в мои планы никак не входило. Наступного дня дочка провидывала маму в лекарне. Я говорила с доктором, и он сказал, что ты очень скоро поправишься. Ой, не знаю. Мысли всякие в голову приходят. Я за тебя очень волнуюсь, Жанночка. Здрасте, пожалуйста. А за меня-то чего, мам? Жанночка, ты у меня одна, единственная дочка. До сих пор не устроила свою личную жизнь. Я умру, так внуков и не увижу. Ну, мам, во-первых, я тебе обещаю, что ты поправишься. Ой, хорошо. А во-вторых, это ничего, что у меня пока нет из семьи. Зато я независимая, и я, в принципе, никому ничего не должна. В маминых словах, безусловно, была доля правды. Я понимала ее беспокойство, но в конце концов это был мой собственный выбор. Вечері зателефонував Ігор і запросив Жанну в гості, щоб відзначити покупку автомобиля. За новое приобретение? Нет, за мечту. Ну да, за мечту. Правда, это не машина, это песня. Ну да, конечно. Красавица, трехлитровая, турбированная, прекрасный салон, сиденье с подогревом, все, как я мечтал. Слушай, я так за тебя рада. А я как сейчас. Кстати, а как мама, как ее здоровье? Ей уже лучше, но доктора сказали, что надо еще побыть немножко в больнице. А вопрос с деньгами как решился? Частично. Помнишь, я тебе рассказывала, что от Алексея квартиранта ушла его жена? Да, что ты такое припоминай. Так вот, оказалось, что у Алексея очень прибыльная работа. Только некому посидеть с дочкой. И если я посижу с его дочкой, то в течение четырех дней у меня будет полная сумма. Что? Ты будешь сидеть с его ребенком? Ну ты мать даешь. Игорь, ну че ты ржешь? Я просто тебе поражаю, Жанна. Может быть, ты ему еще и полы бесплатно поможешь? И как ты будешь с ней нянчиться, если ты детей только на картинках видела? Какое решение прийма Жанна? Безтурботное життя успешного співробітника туристичної фирмы Жанны Савченко раптово змінює жахлива новина лекарів. Ее матерь щодня слаб не. Аби підлікувати мамине сердце, Жанна шукає фінансової підтримки коханого чоловіка. Натомість отримує відмову в допомозі та нові проблеми з квартирантами. Як вчинить Жанна із молодою сім'єю? И чи погодиться на пропозицію квартиранта доглядати немовля? Я просто тебе поражаю, Жанна. Может быть, ты ему еще и полы бесплатно помоеш? И как ты будешь с ней нянчиться, если ты детей только на картинках видела? По-моему, это уже слишком, а? Ты знаешь, ты, наверное, отдыхай, посмотри телик, я пойду. Жанна, ты чего? Меня очень зацепила бестактность Игоря. Я просто из принципа решилась на этот ответственный шаг. Знала бы я, чем это закончится. Разноцветные, смотри, не разу. Вот эти все-таки. Вы тогда возьмите с собой буклетик, вы все прочитаете, посмотрите внимательно. И, я думаю, перезвоните, мы решим, куда вы поедете отдыхать. Хорошо? До свидания. Попрощайся с тетей. Попрощайся с тетей, скажи, пока. Пока-пока. Алексей, здрасте. Это Жанна. Алексей, я подумала над вашим предложением. Ну, в общем, я согласна посидеть с Варей. В своей фирме я была на хорошем счету, поэтому легко отпросилась на 4 дня и взяла часть работы на дом. Мне казалось, что я поступаю правильно. Жанна, как и обещала, прийшла до Алексея ранее, або у него был час пояснити, как доглядать за дитиною. Пойдем покажем Жанне, где что лежит. Жанна, смотрите. Значит, здесь вот памперсы и ползунки. Надевание кофточки. Значит, комбинезон для гуляния. Ну, вряд ли вам понадобится. Окей. И аптечка с градусником вот здесь. Леш, зачем градусник? Не, я вам просто перечисляю, что где лежит, чтобы вы знали. Ну, на всех случаях. А, ну, хорошо. Мне тут, в принципе, все понятно. Так, ну что, я вроде все сказал. А молочная смесь? На кухне молочная смесь. Вы хотите попробовать? Подержать? Ну, давай. По правде говоря, у меня не было даже минимального опыта по уходу за ребенком. И все эти пеленки, распашонки были для меня в новинку. Но раз я уже за это взялась, отступать было некуда. Та, залишившись наодинці с немовлям, жінка зрозуміла, що вчинила дуже необачно. Валька, я иду, подожди, пожалуйста. Так, хорошо. Хорошо. Соска. Так. Соска. Соска. Соска, 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 соска. Нормально. Здравствуйте. Горящие туры? Да. А какое у вас интересует направление? Давайте я вам перезвоню минуту через полчаса. Я металась по квартире. Малышка кричала. У меня все валилось из рук. Я уже была не рада, что согласилась помочь Алексею. Олексія довго не было. Жанна нервовала и подзвонила Игорови у надії на поддержку. Жанна, ну, прости меня. Шампанское в голову ударило. Ну, наговорил лишним. Ну, вот умеешь, понимаешь? Вот выкрутиться. Послушай, у меня для тебя есть сюрприз. Ну, только он у меня дома. Поедим ко мне? Ну. Где этот двой квартирант, а? Да я звонила Игорь. Ну, раза четыре уже. Он не берет трубку. Он тебе лапши на уши навешал. Оставил ребенка и сбежал, как его женушка. Алексей, вы почему не брали трубку? Жанна, вы извините меня, пожалуйста. Я выключил телефон, у меня было выступление. А на обратном пути я в такси заснул и не слышал. Ну, а можно было хотя бы позвонить, объяснить. Я тут переживаю вся. А вдруг вы сбежали, как это ваша жена? Жанна, Жанн, вы, конечно, правы. Но я бы не бросил Варю. Ну, вы так говорите, какие-то вещи страшные. Ну, хорошо. С Варей все в порядке, а нам уже пора идти. Игорь. Ну, вы простите еще раз. Вы завтра будете? Да, я завтра буду в то же время. Извините. У меня молодой человек, вам нереально повезло с хозяйкой этой квартиры. Я это знаю, спасибо. До свидания. Слава Богу, опасения Игоря оказались напрасными. Но на этом мои волнения, увы, не закончились. Все думаю про эту Вареньку. Игорь. Она вот такая маленькая, понимаешь? Просто крошечная. Ну, скажи мне, как мама могла ее бросить? А как? Сколько таких оставляет детей в роддоме? А вот Алексей молодец. Старается. Хоть ситуация сложная, но помощи же ждать неоткуда. Ну, почему же? Он прекрасно пользуется твоей добротой. Игорь, я тебя очень прошу, ну не начинай это сейчас. А я так думаю. Прежде чем заводить детей, этой парочке надо было подумать головой. Это ведь такая морока. Да. Детки, это, конечно, ответственность. А я бы ни за какие коврижки не хотел бы стать папашей. Тем более одиноким. Меня прекрасно устраивает моя вольная, холостяцкая жизнь. Этот разговор заставил меня задуматься о наших отношениях с Игорем. Раньше я во многом с ним соглашалась, но все чаще я замечала, как мало между нами общего. Наступного дня Жанна снова пришла до Алексея. Сего разу вона відчула себя впевненнейше. И навіть наважилася выйти с девчинкою на дверь. Впервые в жизни я почувствовала, что значит быть мамой. Гуляя с маленькой Варей, я поняла, что пропускаю в свою жизнь что-то очень важное. Прогулянка пішла на користь не лише малече. У жинки з'явилося щире бажання прибрати дім Алексея. Жанна, здравствуйте. Ой, Алексей, добрый вечер. Так чисто. Правда, уже не нужно было. Спасибо вам. Ну почему же? Я просто Вареньку уже уложила, время есть. И решила, в общем, привраться. Жанна, я вам очень благодарен. Вы не представляете, мне просто слов нет. А это что у вас? Ужин? А, это? Да. Кстати, вы никуда не спешите. Я хочу вас угостить. Леш, сейчас я буду вас угощать ужином. Пойдемте на кухню. Давайте. Сама не знаю, откуда у меня взялся этот энтузиазм. Но на удивление, мне самой понравилась эта роль хозяйки дома. Під час вечері зав'язалася дружня розмова. Вы меня прям балуєте. Спасибо. Леш, вот еще салат попробуйте. Видите, вы меня уже Лешей назвали. Это так по-домашнему звучит? Я? Угу. Я даже не заметила. Ну, вы знаете, мне просто кажется, Алексей как-то, наверное, слишком для домашнего ужина. Да, я согласен. Просто божественно вкусно. Ну, ты ешь. Ешь. Кстати, как Варенька сегодня селила? Слушай, Варенька просто прекрасна. Такая умничка сегодня. Она кушает, она спит. Мы сегодня даже ходили гулять, ты знаешь, и всю прогулку она проспала. Я даже очень завидую твоему Игорю. Игорю? Игорю? А почему? Ну, как почему? Ты великолепная женщина. Ты прекрасная хозяйка. И я уверен, наверняка будешь прекрасной матерью. Ты знаешь, мне кажется, Игорю это не надо. Ты уже приехал? Спускаюсь. Тебе пора идти, что ли? С Алексеем было приятно общаться, и я поймала себя на мысли, что мне не хочется уходить. Ну, меня ждал Игорь. Тогда до завтра, да? До завтра, что по времени. Так же? Ну да, да. Единственное, могу я тебя спросить один вопрос, пока ты не ушла? Да, да, пожалуйста. Скажи, зачем тебе этот Игорь, если он совершенно тебя не ценит? Я, конечно, может быть, лезу не в свои дела, но... Ну, Леш, почему не ценит? Ценит просто. И его, и меня устраивают вот такие свободные отношения. До завтра. Ну да, да. Пока. Алексей тогда задел меня за живое. Но я не хотела признаваться даже самой себе, что наши свободные отношения с Игорем действительно уже зашли в тупик. Коли Жанна та Игор зустрялись, виявилося, що у них різні плани навечер. Так, отвези меня к маме в больницу. Ну вот. А я отказался от встречи с друзьями, чтобы провести время с тобой. Может быть, ты к маме утром поедешь? Ну я же объясняю тебе, ну не получится. Просто Алексей завтра с утра идет на работу, поэтому у меня очень плотный график, но... Ну вот надо было тебе с ним связаться, а? Ты разве не видишь, как это все не кстати? Почему чужой ребенок мешает нашим с тобой отношениям? Игорь, ребенок нашим с тобой отношениям не мешает. Отвези меня к маме в больницу. Игорь был по-своему прав. За счет своих сил и времени я решала проблему посторонних мне людей. И все же я рассчитывала на понимание Игоря. Женка пришла до лекарни, а Игорь також вирішив проведать Ганну Сергеевну. Мамуль, привет! Я к тебе в гости, но не одна. Я с Игорем помню, что вам? Добрый вечер. Помню, вы были у нас полгода назад. И на вас была такая эффектная шляпа. Точно, точно, это был я. Выглядишь ты устала. Ты, наверное, опять много работаешь. Если бы. Это все потому, что ваша дочь решила поиграть в благородство. И она целыми днями сидит с чужим ребенком, своего квартиранта. Жан, это правда? Ты решила помогать Алексею? Ну, мам, ну, во-первых, мне не сложно, абсолютно, честно. А во-вторых, это всего на четыре дня. Анна Сергеевна, может, вы на нее подлили? Мне кажется, этот Алексей дурит нашу наивную Жаночку. И я сомневаюсь, что этот безработный папаша отдаст ей деньги. Жаночка, ну, может быть, Игорь прав? Ну, смотри, как бы этот Алексей не оказался аферистом. Там вообще с портирой все в порядке? Мамочка, ну, я тебя очень прошу, успокойся. У нас все нормально, у меня все под контролем. Просто Игорь немножечко преувеличивает. И тут я поняла, что напрасно жду от Игоря поддержки. Он снова повел себя эгоистично, не думая ни обо мне, ни о маме. После невдалого визита к маме, Жанна была раздратована поведенкой своего друга. Жанна, куда ты летишь? Игорь, я тебе говорила, моей маме нельзя нервничать. Ну, скажи, пожалуйста, ну, почему ты везде ищешь этот негатив? Послушай, а что я такое сказала? Я сказал только правду. Игорь, ну, неужели нету чувства так-то, я не знаю, сострадания какого-то? Ну, хотя бы молчал, я не знаю. Ты хочешь сказать, что я уже вообще не должен говорить ничего, да? Я просто хотела тебе сказать, что ты ведешь себя как бесчувственный чурбан. Знаешь что, мне это уже все надоело. Якими ж будут стосунки Жанни с Игорем? Жанна домовляється працювати дистанційно и доглядая на мовля. Та Игореві нові проблеми жінки недовподоби. Тож при нагоді він сподівається прихилити на свій бік і маму Жанни, аби разом переконати кохану не бути занадто чуйною до чужого горя. Кто ж користуется добротою жінки и что незабаром выкрие Жанна у стосунках и с квартирантами? Я просто хотела тебе сказать, что ты ведешь себя как бесчувственный чурбан. Знаешь что, мне это уже все надоело. Спасибо тебе за испорченный вечер. После этого глупого ссора я серьезно начала подумывать о том, чтобы расстаться с Игорем. Жанна провела еще два дни с маленькой донькой Олексия. Та в останній вечер молодой датько затримался на работе аж до поздно ночи. Тому няня была вимушена залишитися в них ночевати. Ну что, давай мы померяем температуру. Немножко радостно. Варенька в тот раз сильно капризничала, на нее это было не похоже. И я начала волноваться, как бы она не заболела. Нарешті повернулся Олексій. И Жанна рассказала ему про свое занепокоение. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Лешечка, ты только не переживай. Говори температуру. В смысле температуру? Блин, температуру так... Наши, наверное, скорую вызывать, слушай. Леш, не переживай. Температура небольшая, он опускает слюнку, я думаю, что у нее зубки режутся. Так, и что нужно делать в таких случаях? Слушай, в соседнем доме есть круглосуточная аптека. Возьми, пожалуйста, там гель для десен. Откуда ты знаешь про гель для десен? Это точно помогает? А я сегодня во дворе разобщалась с местными мамашами, поэтому я уже знаю много чего. Давайте, девочки, тогда я быстрым мигом говорю, что давайте, сейчас я быстро. Слава Богу, ничего страшного не произошло, но мы с Алексеем проводились до самого утра, пока уложили Вареньку спать. Вранці сталося те, чого ніхто не міг передбачити. Кстати, я же забыл. Здесь вся сумма. Я очень благодарен, что ты выручила меня. Отлично, теперь я смогу полностью уходить от лечения мамы. Спасибо, что ты осталась с Варей. Так как ты, наверное, родная мать не заботилась. Ты знаешь, я настолько к ней привыкла, хотя не прошло даже недели. Часто думаю, что мне не повезло с Таей. Понимаешь, она ещё ребёнок. У меня ветер в голове. Зато твоей дочке очень повезло с папой. Я вот, например, своего папу не помню. Он ушёл от нас, когда была маленькая. Алексей мне всегда был симпатичен. Ну, так, по-человечески. А в то утро я почувствовала, что между нами возникло какое-то взаимное притяжение. Ну, вскоре ситуация изменилась кардинально. Яким же было здивування Жанна и Алексея, когда они увидели на порозе неочекованного гостя? Я. Привет. Привет. А что ты здесь делаешь? Лёш, прости. Я вернуться к тебе хочу. Здравствуй, Тая. Что она делает здесь утром в моём халате? Она что, здесь ночевала? Вот, Тая, какая тебе разница? В смысле, какая мне разница? Я твоя жена. А, жена. Да. Где ты была? Лёш, я знаю, сколько боли тебя причинила. Пожалуйста. Нет, нет, нет. Давай без скандалов. Прости, прости меня. Ну, что мне сделать? Чтоб ты ушла? Тише. Варю разбудите, Лёш. Мне нужно идти. Ну, ты же хотела после обеда поехать в больницу, ну? Планы изменились. Прости. И сама Тая, и её возвращение вызвали во мне бурю негативных эмоций. Ну, я понимала, что так, для Вареньки лучше. А я, увы, в этой ситуации была просто третий лишний. Після сварки с Игорем, жінка принципово не звонила ему. Та він сам прийшов до неї в офис, щоб помиритися. Согласись, мы тогда с тобой перегнули палку. Да, наверное. Послушай, а давай забудем ссоры и пойдём где-нибудь пообедаем. Как у тебя со временем? Ну, в принципе, нормально, да. Можно. Тогда пойдём. Подожди, я хотела тебя попросить про одно одолжение. Я слушаю тебя. Маму в понедельник выписывают из больницы, и у меня очень много вещей. Ты не мог бы мне помочь её перевезти с этими вещами домой? Жанна, ты знаешь, я в понедельник не могу. Мы едем с друзьями на дачу, и если бы ты меня раньше попросила, я бы, конечно. Ну, да. Да не, я понимаю, всё равно. Ну, так что, едем в кафе? Ну, слушай, совсем забыла. У меня сейчас, это, клиент придёт, очень важно, там, встреча, в общем. Дай как-нибудь в другой раз. Ну, хорошо, в другой раз. Пока. Я позвоню. Угу. Алло. Алексей. Здрасте. Что-что? Я забыла зарядку от телефона. Ну, да, возможно, ну, конечно, нужна. Хорошо. Ну, тогда до вечера, спасибо. Когда Алексей сказал, что я забыла у него зарядку от телефона, у меня неожиданно поднялось настроение. Ведь появился повод его увидеть. Жанна и Алексей відчутно зрадили зустрічи. Здравствуйте. Привет, Лёша. Прекрасно выглядишь, кстати. Спасибо, я стараюсь. Смотри. А, спасибо. Зарядка, да. Спасибо. Как там твоя мама, кстати? Ну, маме уже лучше. В понедельник её выписывают, и я как раз планирую перевозить её домой с вещами, со всеми. Наверное, возьму такси. Слушай, а давай я тебе помогу. Лёш, ну как? Ну, у тебя же нету машины. Ну, поэтому я тебя прошу. Ладно, ну, я могу позвонить другу своему, и он поможет. Давай. Слушай, ну, давай не будем никого напрягать. Ну, это, ну, не совсем, наверное, правильно. Для меня это будет за радость помочь тебе. Говори, когда забирай твою маму, я сейчас позвоню. Мне было очень приятно, что Алексей, в отличие от Игоря, интересовался здоровьем моей мамы. И сразу предложил свою помощь. Олексей выполнил обещанку. За допомогою своего товарища привез маму Жанны из лекарни. Лёшка, да, ставь, наверное, сюда. А где ваш друг Серёжа? Жанн, приглашай ребят. Ну, Лёш, ну, на самом деле, у нас есть конфеты. Я сейчас сделаю бутерброды. Посидим, поболтаем. Ну, и честно, спасибо. Ну, просто нам нужно бежать на работу с Серёжей. Давайте в следующий раз, хорошо? Пока. Да, до свидания. Алексей легко решил вопрос с машиной. Он был вежлив и внимательный с моей мамой. И я не скрывала своей благодарности. Но мне следовало бы сдерживать свои эмоции в его присутствии. В дома отбылась отвертая разговора матери и доньки. Ганну Сергеевну дещо занепокоила. Вы так смотрели друг в друга в глаза, что можно было подумать, что между вами любовь. Мама, ты моя такая сказочница. А учитывая некоторые обстоятельства, это совсем ни к чему. Мам, тебе кажется. Я очень надеюсь. Лучше бы я ошибалась. Я, конечно, всё отрицала, старалась успокоить маму, но на самом деле моё сердце и мысли были заняты Алексеем и Варенькой. Минуло декілька днів. Жанна дуже сумувала за Варею. Тому вона купила подарунок для малечей и вырешила её проведать. Варечка. Варюшечка, ну не платье, дорогая. Привет, сынушка. Как ты? Ну? Ну? Вы к нам или так к нему проходили? Да я вообще Варечку хотела проведать. Тая, а что вы бросили коляску? Ребёнок плачет просто на всю улицу. Да вам-то что? Это мой ребёнок. Так если это ваш ребёнок, так что, можно вот так вот с ним обращаться? Знаете что? Рожайте своих, заводите своих детей и их воспитывайте. Тая, а вы не думали о том, что заводят собак, наверное, или котов, а детей рожают, воспитывают, наверное, да? Любят их. Да что ты вообще ко мне пристала? Сама небось родить не можешь, вот и сгоняешь теперь свою злость на других? Послушай меня. Скажи спасибо своему мужу. Да, кстати, у нас Лёша сейчас замечательно. И платье мы исправно. Ни в чьих советах мы не нуждаемся. Мне тебя очень жаль. Мне было больно и неприятно слышать в свой адрес едкие замечания этой наглой девчонки. Я не понимала, как её терпит Алексей. Ну, у меня не было никакого права лезть в чужую семью. Після останних подій Жанна почала відчувати якусь порожничу. Улюблена работа також не приносила задоволення. Алло, привет, Игорь. Да, свободна. Сейчас кафе? Ну, пойдём. Хорошо? Да, жду тебя. Мне было так тоскливо, одиноко, что я согласилась встретиться с Игорем. Мне просто необходимо было развеяться. Проте невимушена розмова закінчилася несподіванкою. Слушай, мы так здорово с ребятами на даче отдохнули. Сашка шашлыки жарила. Димка весь вечер на гитаре играла, а Катюха так набрала, что стриптиз стала танцевать. Ой, я смотрю, ты не скучал. Да. Я люблю шумную компанию. Люблю на людей посмотреть, на себя показать. Оно и видно. Игорь, а ты зачем меня сюда позвал? Я тебе вообще неинтересна. Почему это? Просто потому, что ты весь вечер пялишься на других женщин. Да мало ли, куда я смотрю. Что тебе не устраивает? Я с тобой сижу. Игорь, да меня очень многое не устраивает, понимаешь? Что именно? Ты всю жизнь думаешь только о себе. Просто раньше я закрывала на это глаза. И что теперь? А теперь я устала. Понимаешь? Доглядаючи на мовля, Жанна все больше привязывается до малыши. Материнский инстинкт подсказывает, что она готова до серьезных отношений и полноценной семьи. И ее любимый, и другие думки. Какое решение принимает женщина? Как незабаром изменится доля Жанны Савченко, несмотря на все перестороги родных? Ты всю жизнь думаешь только о себе. Просто раньше я закрывала на это глаза. И что теперь? А теперь я устала. Понимаешь? А главное, что тебе не нужна семья. А для меня это, Игорь, оказалось очень важным. Вот как у нас с тобой разговор получается. Игорь, я думаю, самое время расстаться. У меня словно гора с плечи свалилась. Наконец-то я приняла правильное решение и разорвала этот замкнутый круг. Вдома Жанна не смогла приховати від мамы свого смутку и расчарования. Все хорошо, просто... Мы сегодня расстались с Игорем окончательно. Как жаль. Я так надеялась, что у вас сложатся отношения. И вы поженитесь. Ну, как-то так не сложилось вообще. Я в определенный момент поняла, что мы с ним очень разные люди. Ну, и да бог с ним, с этим Игорем. Ты обязательно встретишь хорошего человека. Обязательно. Вопрос, мам, только когда и где. Понимаешь? Ну, а что сейчас? Это разве проблема? Например, знакомство по интернету. Мама! Какого интернета? Кто тебе так сказал вообще? Ну, а почему? Ну, современные технологии. Мама, как всегда, волновалась за меня и старалась поддержать. Но я должна была сама разобраться в собственных чувствах. Когда наступного дня женщина вышла на работу, вона еще размирковывала над маминой порадою. И, наконец-то, решилася пошукать себе пару на сайте знакомств. Посмотрим, кто у нас тут есть. Когда я увидела среди других анкет страничку Таи, то очень удивилась. Как же так? Ее анкета была свежей. Ну, неужели Таи бесстыдно обманывает Алексея? Жанна зателефонувала Олексею и домовилася про зустріч. Леша, привет. Привет. Ты присаживайся. Я очень рада тебя видеть. И ты великолепно выглядишь. Спасибо большое. Я заказал нам кофе. Спасибо. Да. Слушай, у меня к тебе новость. Правда, Леша, ты знаешь, она не очень хорошая. Если будет точнее, то она вообще нехорошая. Ну, давай, выкладывай. Я не хочу быть третьим лишним. И давай я тебе сейчас все покажу, а ты там сам все решишь. Давай. Леша, это сайт знакомств. Она, это моя Тая. Там как-то непонятно, что у Тая есть ребенок. Ну, конечно. У нее же здесь написана цель. Богатый иностранец. Молодец. Ты меня прости, пожалуйста. Это не мое дело. Но мне кажется, ты все-таки должен знать про такие вещи. Не-не-не, ты все правильно сделала. Ты молодец. И спасибо, что сказала мне. Слушай, а как у вас вообще дела? Неужели ты не догадывался об этом? Жанна, как я мог догадаться? Она ходит какая-то не своя совсем. Но я ее откуда знал? Слушай, ну, может быть, она просто, она чего-то боится. Ладно, это я разберусь. Мне главное, что она просто к Варе ничего не чувствует. Это для меня важнее. Даже так? Да. Жанна, ты извини меня, пожалуйста. Мне надо разобраться с этим самому. Ну, извини, давай созвонимся с тобой. Я понимала, что, скорее всего, ошарашу Алексея этой новостью. Мне очень не хотелось, чтобы Тая снова сделала больно ему, а тем более Вареньке. Размова с человеком схвалювала. Та Жанна, она ведь не уявляла, чем закинчится ця история с Таею. Ты говоришь эту девочку Таю? Жена Леши, нашего квартиранта. Конечно, ты сбежал и оставила ребенка на произвол судьбы. Я нашла ее анкету, мам, на сайте знакомств. И ты знаешь, она там искала богатого иностранца. Как это? Ты же говорила, что они с Лешей помирились. Ну, ты видишь, видимо, у нее другие планы на этот счет. Но, знаешь, даже не это страшно, потому что, по-моему, ей на ребенка вообще наплевать. Погоди. А ты что, с Лешей виделась и все ему рассказала? Ну да. Жанночка, я тебя очень прошу. Слушай, не лезь ты в их отношения, пожалуйста. Пусть они сами разберутся. Послал же господь квартирантов. Алло. Да, Леш, привет. Куда сидите? Как сидите? Сегодня? Сейчас? Хорошо. Я тогда сейчас приеду. Я не знаю, что произошло, но просто Леша сказал, что они сейчас съезжают. Вот и хорошо. А то с ними столько хлопот. Новость о том, что мои квартиранты решили съехать, была неожиданной. Ведь теперь я навсегда могу потерять из виду Алексея. А мне этого очень не хотелось. В вечере того же дня жинка приехала до Алексея за ключами. Здесь тоже прибыла служба. В принципе, все. Вот ключи. Будем прощаться. Леша, ну куда вы поедете? Ну неужели у вас есть где жить сейчас, а? Ну, мы сняли комнату в общежитии. Туда и переедем с Варей. А как же Тая? Ну что Тая, ты была права. Ей нужен был просто богатый иностранец. По сути, мы с Варей были ей не нужны. А зачем она тогда к тебе вернулась? Все просто, ей нужно было где-то жить. И она воспользовалась мной. Хорошо, где она сейчас? Я выгнал ее. Так что, теперь мы с Варюшей будем счастливы жить вдвоем. Послушай, ну мне на самом деле сейчас не настолько нужны деньги. И как ты будешь все это делать один? Зачем тебе в принципе куда-то ехать? Жанна, мне приятно слышать эти твои слова, но... Я же не могу постоянно пользоваться твоей добротой. Мы как-нибудь справимся. Тогда, если тебе понадобится снова няня для Вари, ты знаешь, куда обращаться. Да, но... Мне кажется, твой Игорь не особо одобрит это. А ему уже все равно. Почему? Мы расстались. Значит, твой Игорь полный дурак. Ладно. Будем собираться, наверное. Я просто сейчас Сергей подъедет и буду ждать. Так скоро? Да. Я смотрела на Алексея и думала, неужели я больше никогда его не увижу? Мое сердце разрывалось от боли. Жанна підійшла до дитячого лижечка и одразу ж усе зрозуміла. Пойдешь. Жанна, мы будем очень скучать по тебе. С Варей вместе. Никуда я вас не отпущу. Что? Ты так и не понял? Я вас никуда не отпущу. Все стало на свои места, когда я взяла Варю на руки. Малышка прижалась ко мне. Напротив стоял любимый человек. Я не могла поступить иначе.